Меня зовут Дмитрий Семин и я частный инвестор. Сегодня я расскажу вам о том, каким выводом я пришел заниматься инвестированием. Просто поделюсь с вами некоторыми своими наблюдениями и я прошу относиться к этому, знаете, как к той истории про Мула на середину. Когда к нему пришли два спорщика и спросили, рассуди нас, кто из нас прав. Он послушал первого и говорит, знаешь, ты прав. Потом послушал второго и говорит, знаешь, и ты прав. Удивленные оба ушли. В это время жена Мула, которая послушала за стеной, выходит и говорит, Мула, слушай, ты как судишь? Как так можно? Этому сказал ты прав. Этому сказал ты прав. Это же не прав. На что Мула посмотрел мне, подумал и сказал, знаешь, ты тоже права. Чем старше я остановлюсь, тем больше я убеждаюсь, что в этом мире каждый прав по-своему. Мир устроен очень просто. Каков привет, таков ответ. То есть, что ты посылаешь, то и получаешь. И выработать такую стратегию, которая даст ответы на все вопросы во всех ситуациях, я пришел к выводу, что этого не бывает. Поэтому, соответственно, из моего выступления каждый из вас тоже возьмет, может быть, что-то, что поможет вам ориентироваться в этом бесконечном хаосе, который называется прекрасным окружающим насмеркой. Мы сегодня с вами поговорим о таких психологических респектах инвестиций. Не о балансах в финансах, а о том, как вам принять решение с точки зрения психологии, вкладывать вам бизнес или не вкладывать, работать с этим партнером или не работать. Вот так как. Хорошо? Угу. Хорошо. Экологические аспекты инвестиций в бизнес. И у нас такие будут две подтемы. Сначала мы поговорим с вами о том, действительно ли вы хотите зарабатывать деньги, действительно ли вам нужны какие-то деньги. Ну, допустим, напишем такую стандартную сумму, о которой обычно говорят 1 миллион долларов. Да? Действительно ли она вам нужна и куда, собственно говоря, вы хотите ее вкладывать? Зачем она вам? Для чего? Все видно, да, что я пишу? Да, да. Вот. И после этого мы с вами поговорим уже о том, что если вы знаете куда, то перед тем, как вложить, как действительно проверить, стоит туда вкладывать или не стоит, то есть как инвестировать туда, куда вы решили. Такие будут два аспекта. Давайте, собственно, начнем с первого вопроса. То есть для тех, у кого уже есть этот миллион? Ну, смотрите, для тех, у кого нет, для них актуален больше первый вопрос. Вот. Для тех, у кого уже есть, актуальный второй вопрос. И на самом деле посмотрим, мы сегодня с вами, имеет ли смысл думать об этом, если не решен вот этот вопрос. Я думаю, все сейчас проясним. Давайте начнем, я думаю, проще всего с такого простого упражнения. То есть вы просто найдете сейчас партнера, сидя прямо, там, повернетесь слева или вправо, и ответите человеку на вопрос. Зачем, собственно говоря, лично вам миллион долларов? Такая простая задачка. Так как я понял, что все приехали тут, кто хочет разбогатеть, там, инвесторы, мне говорят, многие уже готовы инвестировать. Вот. Естественно, вы без вопросов ответите на этот вопрос, все это знают, зачем вам нужны большие деньги, да. Просто ответите на этот вопрос, и это примерно одну минуту будет в одну сторону длиться, и примерно, там, одну минуту в другую сторону, да. После этого мы с вами разберем, что получилось, и дальше двигаемся. Хорошо? Делать мы с вами будем таким образом. Смотрите, допустим, я вот Илья, да, меня зовут Дмитрий. Значит, допустим, мы с Ильей делали это упражнение. Значит, сейчас я прошу Илью, условно говоря, встать, вот ты сиди, и рассказать про меня, как про Дмитрия. Вот со мной был Дмитрий, вот ему миллион нужен углетовод и углетовод, понятно, да? Всего только пять человек я прошу, потому что аудитория большая, мы не будем со всеми разговаривать, и на основании этого там сделаем какие-то выводы, посмотрим. Итак, то есть вы можете рассказать про своего партнера, если хотите. Кто хочет первый рассказать? Давай, девушка поднимай руку. Моя партнер. Да, как тебя зовут? Гузель. Гузель, отлично. А как партнерша? Ирина, да. Отлично, давай Гузель. Моя партнерша Ирина хочет потратить свой миллион долларов на обучение, образование, свое и собственное детей. Что еще? Построение дома, поместье. Построение дома. Она не говорила, какой дом, где, в каком районе. Поместье. Ну, что это не просто дом, а поместье. Дом, поместье. Вестящее. Еще. Давайте послушаем, да? Путешествие. А, Гузель, а ты говори то, что ты запомнила. Путешествие. Путешествие. Да. Путешествие. Путешествие, конечно. Путешествие, да. Такое интересное место. Здесь теперь, слава богу, есть за графом спорта. И организация биржи. Организация? Биржи. Биржи. О! Сколько денег она хочет платить? Биржи. Биржи. То есть, не было задания в суммах определиться. Понятно, но хорошо, спасибо. Уважаемые друзья, я предлагаю вам, нам с вами принять такое правило, что вы будете говорить, поднимая руку. Потому что, когда все говорят одновременно, но друг друга не слышим, в результате получается, что вроде бы много информации, она проходит мимо нас. Согласны? Да. Спасибо вам большое. Так, вот Дмитрий, тоже поднимал руку. Ты про кого расскажешь? Соответственно, Илья. Про Илью? Отлично. Про Илья схожа, так сказать, идея. Он тоже хочет потратить свой миллион для того, чтобы учить на образование. Так. И ему надо эти средства для того, чтобы обеспечить свою старость. Обеспечить старость? Да. Ну, по-моему, и не. Тешести, по-моему, тоже будут, да? На старости, в общем-то. Вообще, гадите. Вот это, да? Он не говорил, сколько надо обозвонить, сколько у нас старость из миллиона. Не уточню. Миллион не нужен, сколько? Миллион не нужен, сколько? Миллион не нужен. А, нужно меньше миллиона. Отлично. А сколько именно меньше? Десять. Десять-двенадцать миллионов. Миллионов? Я около 100 тысяч рублей. А, в рублях, наверное. А, в рублях, понятно. А, в рублях, понятно. Хорошо, спасибо большое, Дима. Так, кто еще хотел бы? У вас он был? Никому. Вот Ирине дали бы? Нет. Так, Ирина, смотри, то, что сейчас будут говорить и все остальные, да? Это, понятно, что это уловка меня как ведущего. Я специально так все задал, чтобы вы выглядели как будто... На самом деле, понятно, что у всех у вас есть бизнес-планы, все в порядке, серьезные люди и так далее. Ну просто я как бы раз так поймал, я заранее за это извиняюсь. Давайте как будто тут были не эти Ирина, Илья и так далее, а другие люди, да? Вот у вас есть человек, какой-то абстрактный. Он вам говорит, что я хочу заработать миллион долларов для того, чтобы... Обратите внимание, что объединяло вот этих двух людей? Потратить. Да, не скажи, потратить. То есть, фактически этот человек, он рассуждает таким образом, потребительским. То есть, он хочет взять что-то от жизни. Помните, с чего я начал свое выступление? Я сказал, что жизнь настроена так. Каков привет, таков ответ. То бишь, если ты хочешь получить, ты должен сначала отдать. Правильно, да? Ну это опять-таки, я просто так задал вопрос. Так что понятно, что на самом деле, еще раз говорю, у этих людей серьезно. Я искренне верю, что все в порядке. Давайте посмотрим, если человек рассуждает вот таким образом, что я хочу на обучение, на образование и так далее, есть шанс, что он заработает миллион? Нет. Почему? Потому что цель растутчика и не потребительский в основном. Потому что он потратит основной капитал. И когда он получит образование и так далее, капитала у него уже не будет. А цель какая? Цель трата какая? Цель трата какая? Ну как? Получить от жизни что-то. Получить удовольствие. Он получит от удовольствия. Вопрос только в том, заработает ли он сначала этот миллион, да? Бывают люди так рассуждают, говорят, я вот хочу заработать миллион долларов и на этом остановлюсь. А бывают люди такие, он уже миллиарды имеет, а он все продолжает работать. Как вам кажется, в чем разница между этим временем? А ему это нравится. Верно. Есть люди, которые зарабатывают деньги, потому что они любят деньги. Любят деньги и любят зарабатывать деньги. Им нравится сам процесс. И эти люди, для них миллион долларов это старт. Так как каждый из вас, естественно, уже заработал миллион долларов, то вы меня понимаете. Когда к вам приходят новички и спрашивают, вы не спрашиваете, ну как, что вы хотите заработать? Вы смотритесь на них и говорите, дорогой, на самом деле, ты даже не представляешь, как это мало. А я еще не зарабатываю. Сейчас квартира в Москве стоит 500 тысяч, миллион и больше. Сейчас миллион в инвестициях что? Ничего. Ничего. Реально, согласитесь, да? Чуть заработал, он купил квартиру, все, практически ничего. Это старт. Не согласен с чем? В том, что этого мало. Это не мало. Это даже, я бы сказал, очень много. Вот, квартиру иметь, это неплохо. Но дело в том, что раньше квартиру имели почти все наши родители. Получается, они все миллионеры. Но уровень жизни их был не очень. Поэтому я сказал, что это старт. Что фактически сейчас, заработав миллион, вы покупаете на этот миллион квартиру и находитесь на уровне родителей. И приплыли. И приплыли. А вот есть люди, которые зарабатывают деньги исходя из нужного. Нужно заработать для того, чтобы я вот потом путешествовал или что-то еще. Они тебя как бы заставляют. Эти люди ждут, когда они заработают миллион, и на этом что они сделают? Остановятся. Они говорят, ну все, наконец-то я получил, можно отдыхать. Нафиг мне это не надо, все это дело, миллионы, работа и так далее. Вот этому человеку, так как нравится процесс, он не остановится никогда. Будут тратить его родственники, его жена, кто угодно. Он будет этим заниматься. Почему ему нравится? Например, вам нравится, допустим, в дартс играть, да? И вот вы играете всю жизнь в этот дартс. Или музыку вам нравится слушать, да? Вы же ее не прекратите слушать, потому что вы послушали новый альбом Депешмод. Ну все, я уже послушал, все, да? Вы же дальше будете слушать, правильно, да? Здесь то же самое, это бесконечный процесс. Если человек это выбрал, тогда он этим занимается. А если он это не выбрал, каков шанс, что он вообще это получит? Если мужчина любит женщину, он ее добивается, правильно? А она ему говорит, нет, он страдает, он отсюда заходит, пишет письмо, смс, цветы, ля-ля, тапа-ля, туда-сюда, да? А если у него такое отношение, ну там, не знаю, пойдешь ты погулять, а я не хочу. Э, ладно, надо типа с кем-то встречаться, надо пойти на дискотеку, надо ни одному, да? Он будет с ней, за ней долго ухаживать, если она откажет? У него не будет внутренней силы, мотивации для того, чтобы преодолевать сложности. Потому что как устроена наша с вами жизнь? Вы прекрасно знаете это лучше меня. Ведь каждый из вас имеет высшее образование врача в высшей категории, правильно? Мне сказали, что собрались люди такие разносторонние образованные. И вы видели, когда больной лежит в больнице, как у него пульс идет, да? Видели? И потом в какой-то момент, если вот так произошло, это что значит? Кирдыр. Креническая смерть. Это означает, что стабильность наступила. Друзья мои, в нашей жизни есть только одна стабильность. Это не стабильность. Наша жизнь — это сплошное изменение. Вот прежде всего, ошибка, какую делают люди, они ищут стабильности в этой жизни. Нет никакой стабильности. Не будет. Как только мы один раз осознаем, что жизнь не стабильна там, когда ушел, поэтому уже там и хорошо. Поэтому говорят, а в покойниках только хорош. Там хорошо. И то мы не знаем. Мы же там не были. Кто знает, как там. А в жизни всегда будет нестабильность. Никогда не будет стабильного мужа, стабильной работы, стабильного заработка, стабильной жены. Это первое, на что я хотел обратить ваше внимание. Понимаете? Когда люди приходят инвестировать в бизнес или во что-то, они очень часто говорят, нам нужна стабильность. Я говорю, покажите мне, где вообще есть стабильность в мире. А уж в бизнесе тем более. Для чего я сейчас сфокусировал ваше внимание на этом? Потому что, так как вы хотите реальные деньги, правильно, да, твердые, не виртуальные придуманные, а реальные, я предлагаю нам видеть реальную жизнь, такая, какая она есть. Вот это вот железка. И надо видеть, что это железка. И если жизнь устроена вот так, прежде всего мы должны это увидеть. Если мы это не видим, мы питаем иллюзии. Мы надеемся на что-то. Живем вот как 18 лет. Ну, в принципе, по возрасту я не вижу, по крайней мере женщине не вижу, чтобы кому-то тут было больше 18. Но все-таки вкладывать-то мы хотим как серьезные люди, да, уже такие с опытом. Значит, это первый момент. Вывод какой. Если вы внутри себя не можете признаться, что вы любите зарабатывать деньги, что вы хотите действительно этим заниматься, тогда шанс, что вы их зарабатываете, заработаете небольшой. Именно потому, что у вас не будет мотивации. И второй момент. Что когда, если вы все-таки выбрали их зарабатывать, вы любите, вы видите для себя в этом значимость, да. Не из логики, нужно, я себя заставляю. А потому, что я вижу в этом ценность, да. Если вы выбрали зарабатывать, то вас ждет вот это. Всегда, всю жизнь. Куда бы вы не инвестировали. Люди поднимаются и падаются, поднимаются и падают, поднимаются и падают. И так будет до конца. Он бы в комплекте сколько раз поднялся, то я уже упал. Чтобы поднялся, нам надо было больше. Хорошо. Значит, Илья, образование на... Да, вопрос. Не знаю, может, риторически. А если нет желания зарабатывать денег, но зато очень много желаний, на что нужно зарабатывать денег. И можно так желать всю жизнь. Мне нужна эта, мне нужна эта. Заработал на это, а теперь мне нужна эта. Ну, грубо говоря, мне нужна квартира, потом мне нужна дача, потом мне нужна яхта, потом мне нужен остров, Потом мне нужна планета. Вопрос в чем? Ну, как бы, что делать тем, у кого нет вот этого первого, первого стола. Ну, вы говорите о том, что заработать эти деньги, нужно любить зарабатывать. Любить зарабатывать. Нет, как раз не нужно. Здесь слово «хочу». Здесь человек «хочу», а здесь «надо». Если мы говорим «нужно», мы сюда попадаем сразу. Здесь логика. Мы логикой заставляем себя. Мне нужно любить эту женщину. Нужно. Я с ней встречаюсь, мне выгодно это, говорю я. Почему? Она убирает, она готовит мне ужин, она там, со мной, я прихожу в общество всех, Во-ообще, надо же какая! Мне нужно, я поддерживаю. И я знаю как это делать, обратите внимание, логика знает. Сейчас мы с вами попозже я вам, когда на второй вопрос буду отвечать, мы запишем «проверь это», «проверь то», «проверь это». Все-то есть. Естественно. Я знаю, я прочитал в книжке, что ей надо послать смс-ки, что ей надо дарить цветы, что ей надо говорить, моя любимая, ты единственная в мире, что ни за что нельзя ее сравнивать с другими женщинами, что никогда в ее присутствии не надо смотреть на других женщин, и другие умные вещи, как обращаться к женщинам, я знаю, понимаете, да? Но я ее не люблю. Вот в чем разница. И как я буду к ней ответить, и сколько я с ней буду встречаться, до тех пор, пока я не встречу другую, в которой я, аааа, и все, и все эти мои знания, пусть сюда уже не пригодятся. Здесь то же самое. Если человек не любит деньги, не хочет их зарабатывать искренне, да, то насиловать и пихать в эти инвестиции, в бизнес и так далее, зачем? Прекрасно живут люди, смотрите, есть люди, которые занимаются бизнесом, да, а есть, которые не занимаются, являются специалистами, работают там по найму и так далее. А есть еще третья категория, знаете, люди какие, которые являются специалистами и работают по найму, на самом деле, но мучают себя иллюзиями, что они хотят стать бизнесменами. И вот если человек попадает в эту, вот эти же вот счастливы, они знают свое место, они знают себе цену, они все хорошо у них, они ходят после работы в 6 отработал, пошел гулять в ночной клуб и так далее. Он знает, что он имеет 3 штуки в месяц и все, и знает, что там в старости будет иметь 5, например, по карьере. Но он не парится на эту тему. Это счастливый человек, друзья, это счастливый человек, уверяю вас я. Несчастные люди, которые парятся, понимаете, да? Потому что они сами себя мучают, они говорят, нет, не надо, у него Мерседес, я тоже хочу. И если мы, да, если мы разберемся с этим внутри себя, есть люди, которые не парятся, они вот такие, понимаете? Он выбирает из женщины и денег, он выбирает деньги. Он из чего выбирает деньги? Он такой, он любит. Вот на что я хотел обратить ваше внимание, что если, например, вы, кто-то из вас, вы-то понятно, все, кто присутствует в этой аудитории, это очевидно, что вы здесь. Вопросов нет. Конференции. Кто-то и парится. Да, но. Но если вы встретите когда-то других людей, которых нет в этом зале, которые находятся в этой категории и думают, что они хотят попасть сюда, объясните им это и скажите, что если ты не здесь, если ты не любишь это искренне, не видишь в этом ценности, что тебе голову себе пудрить и другим, ты все равно не будешь правильно инвестировать, ты все равно не будешь, все, что тебе расскажут, все эти знания и так далее, ты их выбросишь на полку и не будешь использовать. Потому что когда я люблю женщину, я даже если не читал книги, я буду изобретать все, что угодно для нее, согласны ли мне? Вы же все любите и любим, правильно? Разве есть кто-то, кто не любит? Нет, все, ничего. Ну ладно, я думаю, с этим все понятно. Давайте двинемся дальше. Напоминаю, что у нас называется психологический аспект. Психологический. Давайте я так напишу по номерам. Первый психологический аспект. Понять, я люблю или мне надо. Второй момент. Понять, что жизнь устроена вот так. Любите вы или надо вам, в любом случае, куда бы вы ни находились, вы будете вот так жить. Так устроен мир. Третий момент. Увидеть реальность. То есть, если вы понимаете, что вы вот здесь, например, не морочите себе голову. Заниматься любимым делом, собирать марки, путешествовать, быть отличным менеджером и так далее, и вы будете счастливы тогда. Потому что зарабатывать, заработать через волю, через силу, понимаете, миллионы долларов вот так вот себя сломать, поломать всю жизнь, прийти доказать кому-то, что вот он мой миллион, я способен, я не хуже, чем ты. Какой смысл так жить, если вы не получите от этого удовольствие? Зачем учиться таким инвестициям? Они сейчас получают удовольствие не от процесса зарабатывания, а от преодоления сложностей. Нет, зачем? Потому что он не напрягается, что он зарабатывает, да? И он получает полностью от того, для чего он зарабатывает. Как тебе зовут? Заниматься любимым делом. Как тебе зовут? Лучше сразу заниматься любимым делом. Это такой вопрос часто любят задавать женщины. Они говорят, ну а если я люблю вот тратить? Я люблю вот тратить и так далее. Друзья мои, для женщины давно решен вопрос. Есть такая слово такое, замуж. Он простой, понимаете, к сожалению, я как мужчина, я рассказываю мужские методы. Мне нет такого способа, понимаете, да? Каза новый только, если не сказать. Если мужчина дурак, знаешь сколько умных мужиков сейчас? Умных мужиков знаешь сколько сейчас? И богатых. О, вообще. Сюда в Москве. В Москве столько умных, богатых мужиков. Когда люди мне говорят, что не могут найти мужчину, мне кажется, они просто не ищут. Это другая тема, не боимся с кликацией. А вы подпишите, как тебе сказать? Если человек не относится к мужчину тех людей, то он никогда не сможет заняться своим хобби. Сможет, если кто-то ему выделит на это деньги. Почему? Он может зарабатывать деньги, он умеет это делать. Но вот если у него, допустим, случится что-то, ему не нужно будет такой суммы. Он также спокойно проживет без денег. Есть ведь и такие люди, и я таких знаю. Хорошо, смотри, правильно я тебя понял, ты говоришь вот о чем, что если у человека есть хобби, например, подбрасывать фломастеры, и для этого ему нужно заработать миллион долларов, то он для этого заработает его. Да. Так это и значит, что он хочет. А вот если окажется, что... Он хочет ничего. Да, 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 сейчас, стоп, 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 Лена, Лена, ты сказал еще вот такой момент. Ты говоришь, но если он не заработает на это, он париться не будет. Это значит, что он не очень-то хочет это хобби. Нет, я говорю о том, что, а если у него, ну, в какой-то момент жизни, ну, перестал он любить, подбрасывать фломастеры. Да. Теперь ему эти деньги есть. Тогда да. Он и париться не будет. Тогда да. Конечно. Так я про это говорю. Тогда он не хочет. Если он хочет, он зарабатывает. Если хочет зарабатывать, он подбрасывает. Значит, как несловить, то переходите за что? За что? Да, может, я согласен. Если это, то я согласен. Ладно, идет дальше. Мы все-таки говорили о том, кому вы дали деньги. Итак, мы с вами выяснили, что вряд ли при таком подходе есть шанс заработать деньги, потому что нет мотивации и человек плавает там, да? То есть, вот я когда ехал сюда сейчас на машине, у меня такая аналогия возникла. Я еду и, знаете, сейчас пробки еще не начались, но, в общем, уже были некоторые моменты. Вот есть такая фура, грузовик, такой огромный. То есть, я еду, у меня легковая машина, а вот тут такой грузовик прямо передо мной. И я так из ряда в ряд переставился, и вдруг передо мной это. Я еду, и вдруг чувствую что-то дискомфорт. Думаю, что такое? Что происходит? Тут до меня дошло. А я не понимаю, куда я еду. То есть, я передо мной вот это, что там перед ним, понимаете, да? Может, он врезается, но я не контролирую ситуацию. Я стал вообще жуткий дискомфорт, я раз быстро перестроился. Правый ряд, где медленнее ехали, он уехал вперед, но я поехал медленнее, но чтобы я видел что-то впереди меня. Понимаете, да, то есть, а это нечеткий, вы же все проходили смарт, там, не буду вас этим грузить, да, знаете, как ставят цели. Понятно, что цель нечеткая, и нет шанса ее достичь. Дальше, Сергей, инвестировать их куда-либо. Дедвижимость, он сказал. Да, получать пассивный доход и тратить на образование. Я бы разделил вот эти четыре ответа на таких три типичных. Первый, значит, это такой потребительский, то есть, когда человек не очень себе представляет. Второй, это уже такой подход больше бизнесмена, когда человек не все себе забирает. А это вот так выбирается и процесс зарабатывания, не только забирания, да, и зарабатывания тоже, не только забирания, то есть траты. То он говорит, я хотя бы куда-то вложу пассивный доход, смотрите, уже правильное рассуждение, и на пассивный доход живу. Зачем же потратить все действительно на, там, скажем, яхту, когда можно вложить в акции, и там в яхту взять лизинг и так далее, да, и таким образом как-то обустроить. Уже, значит, больше прогресса и, наконец, абсолютно полный прогресс, совершенно конкретный, точный, ну, так, на пальцах за одну минуту, сколько можно было сказать, бизнес-план. Что есть уже базис, есть фундамент, конкретная клиника, конкретная рентабельность, все просчитано. Клиенты есть. Да, есть клиенты, давайте лимон, все получите. Осталось только прояснить, какие гарантии, там, ля-ля и все остальное. Согласны или нет, что принципиально, чем они отличаются, эти подходы? Здесь потребление, здесь уже с возможностью заработка, и здесь чисто заработок. Вот этот человек больше всего похож на человека вот этого. Я могу сюда тяни. А, я понял. Ты потом соберешься, если. Вот. А, стоп, я же говорил, что тот человек, который скажет, я ему дам миллион долларов. Да, я по ним не стал. Блин. За этим. Позвался друзьям, полезай в кузов. Друзья мои, обычно никто никогда не отвечает на этот вопрос. Я думал, что на этот раз тоже пройдет, придется отвечать. Ладно. Так что вы. Я думаю, что тот миллион, который ты получишь, поможет тебе правильно относиться к выбору. Нарисовать. К запросам. Вот конкретная купюра, которую я привез из Америки. На ней конкретно написано один миллион долларов. Они там продаются в магазинах, стоят два доллара. Так как я не обещал, что я там настоящий миллион долларов, то я торжественно вручаю. Оставим участникам, так как они создали нам предпосылки для хорошего настроения, я вручаю купюру, на которой написано 6 долларов, 6 доллар, 6 доллар и Билл Клинтон вместе с Молькой Эльвинским. Кто это был? Илья, пожалуйста. Значит, туда. Ирина, пожалуйста. И кто еще был? Да, держите. Все, давайте сдвинемся дальше. Если мы понимаем, зачем нам миллион долларов, куда мы его денем, у нас есть мотивация. Вот что я хотел сказать здесь, да, вывод какой-то. Есть мотивация. И когда уже есть мотивация, и мы заработали деньги, тогда мы уже думаем, ну теперь куда их вкладывать. В принципе, можно начать с того, что вы подумаете, куда их вложить, проработаете различное количество компаний, бизнес-планов и так далее, и это и создаст вам мотивацию. Понимаете, да? Потому что когда у человека просто спрашиваешь, зачем тебе миллион, очень трудно понять. Когда он начинает анализировать уже, куда, фондовый рынок, там, акции, там, или недвижимость, или бизнес, торговля и так далее, у него уже появляется мотивация. Плюс, конечно, если у него есть хорошие запросы и амбиции по жизни. Потому что если запросов нет, самый тяжелый случай, это когда у человека нет запросов. Примерно лет пять назад в Москве были проведены исследования, которые показали, что большинство людей, большинство людей, у них запросы зарабатывают примерно на две тысячи долларов в месяц. Потому что получают тысячу. Не поэтому, потому что на две тысячи долларов в месяц можно было жить очень хорошо на среднем уровне. Даже раз в год ездить за границу или два, в Турцию, нормально более-менее одеваться, питаться, а для всего остального надо напрягаться, например, ооо, неохота. И люди как бы выбирают, что? Комфорт. Комфорт это как бы главный якорь, который тянет людей ко дну. А вот чтобы больше, дело в том, что две тысячи это минимум для выживания был. Я не знаю, какой сейчас минимум, да? А так как человек уже выжил, дальше что? Амбиции. Нет амбиций, нет запроса. Нет запроса, нет мотивации. Рассказывать про все остальное бесполезно. Человек не будет делать. Недавно я разбирался с одним богатым человеком. Он заработал за последние пять лет, ну я думаю, примерно там, порядка десяти миллионов долларов. Я у него спросил, говорю, слушай, что тебе помогло, что самое главное, что ты, ты что, изучал, как инвестировать, ты там думал, что-то и т.д. И знаешь, у меня, говорит, был запрос, у меня была цель, я хотел этого. Я хотел этого вот так, вот как я вам рассказывал, что если вы любите женщину, вы хотите ее. Вы с ума сходите ради этой женщины, потому что она вам нужна. А если это просто случайная связь, вы не против расстаться в любом моменту. И он говорит, это было единственное, что вам было нужно. Я говорю, а как же там это, если я в чем-то не понимал, я нанимал человека, а если я не знал это, я узнал это. Другие люди как поступают? Они сначала учатся. Давай я пройду курсы этого, этого. Наверное, встречали вы студентов, которые закончили УЗ и пошли на английский. Вы изучите английский. Пригодится. Для чего? Английский два года ходит на английский человек. Если потом нет два месяца практики, он что делает с языком? Забывает напрочь. И так люди учатся. Он поступил по-другому. Он сначала поставил цель, что он хочет. И он учился только тому, что нужно для достижения этой цели. Больше ничему. Понимаете, да? Всю энергию сконцентрировал на этом. Все, получил свои деньги. Ну давайте теперь перейдем к пункту два. Как же инвестировать? Когда вы все-таки уже имеете деньги и думаете, ну, пора. И куда? Как инвестировать и куда? Сейчас вам, наверное, надо будет приготовить какие-нибудь ручки и листочки, потому что я вам что-нибудь вот расскажу. Что предлагаю вам записать. Как и куда? Во-первых, возникает вот такой вопрос. Вот у вас есть деньги. Куда инвестировать? В свой бизнес? Или в чужой? Какие соображения? А почему? И или нет? Куда еще? И туда, и туда. Ну давай так, я согласен, что можно и туда, и туда. Ну вот, какие есть соображения за то, что был в свой, а какие за то, что был в чужой? Надо смотреть, рентабельность. 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 Рентабельность, то есть это прибыльность. Конечно. Рентабельность. Рентабельность. Сроки. Рентабельность. Если есть такой свой бизнес, который тебе жутко нравится, и который ты хочешь делать долго, то дегрессируй, но значит, он свой. Значит, смотрите, то, что я услышал пока, в своем бизнесе есть контроль, плюс он нравится, а раз нравится, значит хочу. А раз хочу, значит, есть мотивация, и будешь вкладываться, это любимая девушка, да? Так, значит, минус какой, сказали, что если накрылся, то все накрылось, да? То есть, все яйца в одной корзине. Кстати, любимый Роберт Киосаки, вы помните, что пишет, да? Он пишет, профессионалы вкладывают все яйца в одну корзину. Это единственный правильный путь. Единственный. Дилетанты вкладывают в разные. Почему? Потому что у них не хватает компетентности, и они не понимают, и они вложили туда-туда-туда. Где-то их кинут, они это заранее знают, они заранее расстаются со своими деньгами. Просто они вложили, что вдруг где-то не кинут. Моя практика показывает, что если они вложили в десять корзин, в девяти с половиной из десяти их кинут. Потому что так как они нигде некомпетентны, их кинут везде. Если не кинут за год, кинут за два. Не кинут за два, кинут за три. И мой опыт личный показывает, что надо все деньги тоже сто процентов вкладывать, прежде всего, в свой бизнес. Другое дело, что это невозможно всегда. По многим причинам, в частности, вот, и по поводу того, что хочется откладывать, потому что это очень большой риск. Повышает очень риск, да? И тогда действительно возникает потребность вкладывать куда-то еще. Возникает такая потребность. Об этом мы сейчас поговорим, как вкладывать. Я сейчас критерии напишу. Просто анализ проведем. Свой, чужой. Чем старше я становлюсь, даже более того, я вам скажу так. У меня есть бизнес, например, у меня есть кафе. Кафе, в котором учитель, я еще один человек. Этот человек доверенный мой человек. Я его хорошо знаю. Этот человек живет в этом кафе. Вот если кто-то хочет открыть ресторанный бизнес, по своему опыту и опыту моих знакомых могу сказать, чтобы бизнес ресторанный жил, в нем надо жить вам. Это первое. Второе. Если именно вы хотите зарабатывать с этого бизнеса, то именно вы там должны жить. Если будет жить ваш доверенный человек, он будет зарабатывать, а не вы. Значит, у меня была ситуация такая. Открыл я его года четыре назад в кафе. Что там был доверенный человек, он зарабатывал, делился со мной. Честный оказался человек. Редкость. Но бизнес все равно никакой получается. Потому что я фактически не влияю на этот бизнес. Все опирается в компетентность этого человека. А мы же говорим о своих деньгах. То есть, если мы свое вкладываем в компетентность другого, мы на это как можем влиять? Никак. С этой точки зрения, когда мы говорим, мы вкладываем в бизнес или в человека. Чаще всего мы вкладываем в человека. Потому что вам могут принести красивые буклеты, там все распечатано, все написано, да вот вам бизнес. Но в зависимости от того, кого вы поставите во главе, вы согласитесь, да? Да. Будут совсем другие результаты. Всегда в человека вкладываем. Всегда. Так, еще плюсы и минусы. Свой и чужой. Какие видите? В чужой-то вы же хотите вкладывать в чужой. Какие плюсы-то? Время тратить немного. Что ты говоришь? Время не надо тратить. Время, конечно, вот любимая. Комфорт же нужно, я же рисовать хочу. Экономия времени. Экономия времени. Ничего не надо делать, друзья мои. Вот он, путь по течению-то. Экономия времени. Вообще можно даже написать плюс. Один раз в месяц забирать деньги. Плюс еще это погоня за стабильностью. Погоня за стабильностью. Да. В чем она проявляется? Ну, потому что, можно считать, что, например, я вложу в известную компанию, да, она мне будет стабильно приносить деньги, а если я там… Как франчайзер. Погоня за стабильностью. Отлично, записал. Еще какие плюсы? Ответственность не своя. Да, перевожил. Нахер надо с налоговой разбираться. Наконтролируем быстрее. Пускай другие сидят. Переложил ответственность. А в связи с этим получил отсутствие контроля. Контроль – кадровый вопрос. То есть некомпетентность, то, что вы сказали. Сложно найти человека, которому можно доверить какие-то вещи. Так же можно подобрать команду. Ну, плюс вместе проще, да? Что еще? Плюс и минусы какие? Ну, потом еще этот бизнес не получится владеет. Ни от реализации, ни прибыли. Вот ежегодные, там, или какая-то там, где-то. Почему, Палыч, если ты там со-инвестор? А почему? Потому что… Ну, в любом случае контролирует тот человек, который… Ну, управляющий, да, скажем так. Соответственно, сейчас он очень большой процесс, скажем так, черный, да? Какого-то аналогича чего-то. Соответственно, все это идет к нему. Я написал отсутствие контроля, да. Отсюда, может быть, маленькая прибыль. Да, да. Маленькая прибыль. Даже если она есть, да? Я получаю со своего капа деньги. Но прибыль я получаю маленькую. И реально я не знаю, как это. Но я верю. Вот этот человек, точно я ему верю, что это мне не обманывает. Вот. Контроль. Здесь нравится. Здесь, соответственно, больше прибыль, да? Больше денег. Чужой бизнес, это несколько людей сложились, получился более дорогой бизнес. То есть, да, больше рычаг. Можно цель какую-то больше. Масштаб бизнеса, да? Масштаб бизнеса может быть больше. А здесь надо уметь брать кредиты. А кредиты дают плохо. Да. Значит, здесь кредиты надо брать. Это минусы, да? Напишем. Вот какие-то мы плюсы и минусы написали. Теперь давайте посмотрим вот сюда. Минусы из чужого бизнеса, что непонятна система выхода из чужого бизнеса. Выхода? Ликвидность. Как выйти, да? Ликвидность пониже. То есть, бывает так, что уже и дальше идти нельзя, и расстануть уже не получается. Легко закрыть, слышу. Здесь, да. Легко закрыть. Или изменить. Я с вами согласен. Знаете, первый раз я захотел продать свою долю в кафе полтора года назад. Это, наверное, плюс. Легко закрыть. Да. Плюс, конечно. Полтора года назад я решил продать. Я не смог до сих пор продать. Фастфуд? Он говорит, нет. Да маленькое кафе, да вообще такой, фастфуд. Короткое. Маленькое кафе. И я пытался продать. Он говорит, нет. Я говорю, почему? Ну, у него нет денег, чтобы выкупить. Продавать кому-то? Он старательно делал вид, что вешал объявления, там, что все продавал. Говорил, да. Вот вроде клиенты приходят. Я ему направлял клиентов. Они приезжали у нас. Сказал, да, в общем, понимаете. И так далее. Нет. Дима, ты нам рассказал про другое прибыль. Что-то все там тяжко. И поэтому с этим я согласен, что закрыть и продать тяжело. Теперь давайте вот на что посмотрим. Вот то, что экономия времени. То, что один раз в месяц приезжает. И то, что погоня за стабильность. И то же перекладывание ответственности. Это что такое? Это вот это. Это человек не хочет видеть реальность. Понимаете, да? И вот это вот, о чем я вам сказал. Видите, я вам сказал, что это камни подводные. И вы сами назвали вот здесь. Люди, они хотят плыть по течению. Так устроена природа, да? Только наш разум, он может собраться в нас, да? И заставить, и подняться, и двигаться. Я прочитал когда-то такую фразу. Еще никто не достиг ничего великого, делая только то, что ему приятно. Но люди хотят достичь великого, делая то, что им приятно. Значит, они не хотят видеть реальность. Они хотят жить в иллюзиях, что можно кому-то отдать и получать. И бывает. Бывает. Бывает год, два, три. Вы умеете? Вы уже несколько лет. Потом нет. Понимаете, на чем ловят обычные инвесторы? Я замечал, когда выступают фонды всякие, компании крупные и так далее. Первое, на чем ловят. Сейчас я вам хотел сказать, что это было три. Сюда давайте я запишу. Ничего, что так все распространено. Четвертое, это будет некомпетентность. Уже поговорили об этом, да? То есть люди почему яйца в одну каждую кладут? Они не понимают некомпетентность. И, значит, пятое, на чем еще ловят. Сейчас я вам хотел сказать, что… Что-то много инвесторов ответственности тяжело не разделить. Почему люди не проваливаются, куда что-нибудь наладили? За что же? Нет, мы с вами говорили, что люди не видят реальность, что люди поэтому… Да, что они вкладывают сюда… Погоня, люди проще и так далее. Ну хорошо, ладно, я напишу потом. В общем, в основном это связано с некомпетентностью и с тем, что люди ничего не хотят делать. Они как бы живут вот в иллюзиях. Живут в иллюзиях. А, вот вспомнил, что я хотел сказать. Вот смотрите, вы вложили деньги. Вот вы вложили деньги. И о чем обычно люди говорят? Вкладывайте нам, у нас за последние три года прибыль такая-то. Какова гарантия, что будет в будущем? Никакой. Я на стрипке там не написал. Да, 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 не обещаем. Понятно. И смотрите, какой происходит момент. То есть людям, так как они некомпетентны, им хочется прорваться к этому миллиону любыми путями. Они закрывают сами все шоры. Вот так закрывают. Я не хочу видеть, что за этой компанией ничего не стоит. Я хочу верить. Вот коридор, верить. Выходит красивый молодой человек и рассказывает. Вы знаете, вот у нас слайды. Я знаю, что такое PowerPoint. Я вам сейчас покажу. Современные и так далее. Серьезная аппаратура. Сняли в гостинице «Славянский зал». Вот это да, это крутизна. На чьи деньги сняли, друзья мои? Как долго они еще будут этот зал снимать? И получается так, что люди вложили. Прошло время. О чем ловят? Они говорят, а я потом выну деньги. А куда ты их денешь опять? Если ты остался в новой некомпетентности, ты опять их туда же вложишь. И опять вложишь. И вот если вы уже посмотрите на компании, которые вам обещают там что-то, на период, например, 5-10-15 лет назад и вперед. Во-первых, некоторые компании существуют там 2-3-5 лет всего. А во-вторых, вы когда так посмотрите, вы поймете, что нет гарантии, что так будет. Если посмотреть там тот же фондовый рынок за последние, не знаю, 30 лет. Такой беглый анализ любому из вас даст понимание, что примерно 15 годовых он давал за последние 30-40 лет. 15 годовых. Людям обещают 50 годовых, 60. Мировой рынок давал 15 годовых. Конечно, были. Был 2000 год. Был бум интернет-компании и так далее. Были плюсы, были минусы. Но в среднем 15. Есть реальные цифры. Понимаете? С опытом человек понимает, что если вы вкладываете в страховку, вы будете иметь 3%. И это вам обеспечит гарантию. Если вы вкладываете в инвестиции, если вы имеете 10, 12, 15, это супер. Но другой человек нет. Он говорит, вот эти дают 25. Я вложу туда. Хорошо, вкладывай. Год, два, три. Потом что-то наступает, и у тебя получается минус 25. Вот это люди не просчитывают. Значит, я напишу это так. Некомпетентность и недальновидность. Да? Скажем так. Недальновидность. Хорошее слово. Недальновидность. То есть когда мы думаем, я вот сюда вложу, а потом выйду. А как вы узнаете, что уже пора вынимать? Вы приходите, уже пора вынимать? Да, но пока что прибыль идет. Ладно, я завтра приду. А сегодня уже пора вынимать? Да, но прибыль продолжайте. Блин, ладно. Вынул. Сижу дома. А у тебя как? Месяц продолжает прибыль идти. Блин, вот дурак-то. Два. Продолжай. Пункт четыре. Некомпетентность, друзья мои. Но это МММ. Честно говоря. Теперь скажите мне, когда вы дело любите, да, и когда вы занимаетесь одним бизнесом, когда вы занимаетесь одним бизнесом, вот своим, может быть, что вы там некомпетентны? Может быть. Если вы любите человека, вы изучаете его. Через 20-30 лет совместной жизни вы знаете, что любит ваша жена на завтра, на обед, на ужин, как она любит? Где? Зачем? И так далее. Вы знаете все. Согласны мне? Нет. Абсолютно согласен. Ты прав. Все мы не знаем. Но давайте по-другому задам вопрос. А про какого человека мы знаем больше? Про жену, с которой 30 лет прожили? Всегда. Или про случайную попутницу, с которой прожили год? По жену больше знаем. То есть если мы с вами вкладываем в свой бизнес, мы тоже всего не будем знать. Но мы будем все время расти и компетентным становиться. А так в один вложили, во второй, в третий. В прошлом году я лично для себя решил, что больше фондовым рынком я заниматься не буду. Все. Я перестал инвестировать в фондовый рынок. Я занимался инвестициями в фондовый рынок с 1994 года. В той или иной виде. Все. Знаете почему? Я понял, что это вот это для меня бизнес. Что я в нем некомпетентен. Что я в нем компетентен на уровне пользователя, которому говорят, возьми компанию Данн Братстерин, Эрсен Янг, проверь рейтинг компании, проверь то, проверь баланс и так далее. Когда я проанализировал фондовый рынок и увидел, каким образом все-таки за 10 лет за этим, как я взаимодействовал, как мои друзья, каким образом получается, что люди все равно получают только эти свои жалкие 10-15 годовых и то в лучшем случае. Я увидел, что 80% компаний так или иначе все равно подводят своих вкладчиков. Есть откровенные мошенники, а есть неоткровенные. Скрытые. Да, скрытые. Понимаете, да? Я понял, что если я хочу в этом заработать, там можно зарабатывать. И хорошие деньги. Надо этим заниматься. Если просто вкладываешь, опасно. Значит ли это, что не надо туда вкладывать? Нет, не значит. Просто надо понимать, цена вопроса какая, какой риск. Ну вот давайте теперь про эту цену вопроса мы поговорим. Все-таки перейдем, в конце концов, к пункту 2. Пункту 2. Поговорили, да? Куда? Свой, чужой. Пункту 2. Пункту 2. Пункту 2. Итак, все-таки есть у вас уже миллион, вы решили вложить. Как проверить, вкладывать или не вкладывать? Вот у вас есть деньги. Вот вы хотите, чтобы было больше денег. Или... Вопрос я здесь напишу. И вот здесь. Значит, здесь будет у нас вопрос. Такое слово. Вероятность. Вероятность. А вот здесь я напишу такое умное слово. С психологией. Урок. Урок. Когда у нас есть деньги, и мы их вкладываем, мы получаем одну из звук. Либо получаем деньги, прибыль, да? Либо получаем урок. Если мы не получаем даже урок, таких людей в этой аудитории нет совсем. Если человек дважды наступает на одни и те же грабли, трижды и так далее, иногда некоторые наступают так часто, что стук грабли по лбу превращается в бой барабанных палочек. Это их не останавливает. Здесь, так как нет таких людей, я не буду рассматривать такие варианты. Правильно? Мы будем считать, что мы урок всегда извлекаем. Итак, первый пункт. Вы сами мне его подсказали. Что когда мы рассматриваем деньги, мы думаем, если проект успешен, если проект успешен, какова прибыль? Какова прибыль? Прибыль я должен всегда выключать так. И отвечаете себе, устраивает? Ну, рентабельность условно говоря. Это первое. Начинаем с этого. То есть смотрим по прибыли. Второй вопрос. Если проект не успешен, каковы уроки? И каковы потери? Нет, давайте так. Напишем уроки отдельно. Каковы потери? И тоже можно спросить, устраивает? Когда вы отвечаете на этот вопрос, каковы потери устраивает, в этот момент происходит вот что. Вы не вкладываете все до копейки в одно место. Потому что если человек проанализировал, у него есть вот все деньги, он берет и ставит на лошадей, на скачку. Вот он пусть тебя спросит. Если он эти деньги вложил и потерял, его устроят результат все? Если что-то осталось, по крайней мере, это может побудить его, анализ такой, да не все вложить, не все последнее. А вот третий вопрос уже по поводу урока. Какой урок я извлеку за эти деньги? Не слишком дорогой урок? Какой урок? Сначала какой? Например, вы вкладываете 10 тысяч долларов. Вы понимаете, что в случае успеха вы получите 12, например, 20 годовых. В случае неуспеха получите минус 10. Ноль. Отлично. Какой урок я извлеку за эти деньги? Вот я когда стал себе этот вопрос задавать, я стал отказываться от очень многих проектов. От очень многих проектов. Знаете почему? Потому что я вдруг стал замечать. Я себе рисую такую картинку просто. Например, подбегает ко мне Илья. Слушай, Димон, надо вот вложить там 10 штук. Тут это самое. Значит, бизнес. Я говорю, а где бизнес-план? Да нет, нормально, мы свои люди. Там киоск открывают или пиццерию. Там сейчас вкладываем, зарабатываем и так далее. Поделим все. Я говорю, у меня вот что-то такое. А договор? Нет договора. Да свои люди же там и так далее. А какие просчеты, гарантии? Нет и так далее. Хорошо. Теперь я себе представляю. Прошел год. Илья разорился. Ну, не этот Илья. Это, конечно, успешный. Другой. Вот. Разорился. И я сижу. И я вспоминаю, как год назад я давал деньги. Я давал их так. Бумаги были? Нет. Какой урок? Без бумаг не давай. Финансовый план был? Нет. Без финансового плана не давай. Гарантия какая-то была от Ильи, кроме ля-ля-ля? Не было. На ля-ля-ля не давай. Понимаете, да? Легко представить себе уроки. Легко очень. И вот когда вы заранее извлекаете уроки, вы понимаете, на что... Или еще бывает давление, очень сильная манипуляция, которая воздействует на людей. Это такого типа, когда на вас давят, что вы будете плохо выглядеть в той или иной ситуации. Например, вы сидите в аудитории, я представитель какой-то компании, мы им собираем деньги. И, допустим, Тимир мне задает вопрос. Я им говорю, ну вы что, кто такие вопросы задает? И Тимир, что чувствует? Неудобно спросить. Или, я недавно делал одну операцию риелторскую. Значит, мы приезжаем в компанию. Задаток носить за квартиру. Пять тысяч долларов. Значит, приезжаем. Заходим в какой-то полуподвал. Тут какая-то секретарское бюро. Тут фирма. Одна комната написана. Риелторская компания. Я захожу. Здрасьте, здрасьте. Какая квартира? Вот такая. Показывает ксерокопию документов. Хорошо, показали. Он говорит, ну что, договор-задатка. Дай договор-задатка. Какая-то фирма, там печать поставили, все. Я ему даю пять штук. Значит, я выхожу за дверь. Я вот так думаю, значит. Вот я этого человека знаю? Нет. Он мне позвонил по из рук руки. Я впервые в жизни увидел какого-то человека, который мне показал какие-то ксерокопии. Может быть, он эту квартиру арендовал. Понимаете, да? И у хозяина от ксерокопии. Я не спросил, как его зовут. Он, вернее, дал визитку. Какова гарантия, что на визитке написано настоящее имя? Что на визитку сейчас заказать? Я ему дал пять штук и ушел. Вполне может быть, что когда я завтра сюда приду, тут не будет никого. И у меня, знаете, что? Дима, как ты будешь выглядеть? Представляешь, сейчас придешь, скажешь паспорт, покажите, пожалуйста, учительские документы компании, покажите, пожалуйста, скажет, вы что, у нас фирма, что вы не доверяете мне? Я сказал, Дима, какой урок ты извлечешь за эти деньги? Ты извлечешь такой урок, что тебе было неудобно плохо выглядеть, якобы скажут, ну ты, и ты за это заплатил пять тысяч, что тебе дороже? Нафиг надо, говорю я. Захожу к нему, говорю, ну конечно, извините, но так я уже первый раз, я вам паспорт показал, он говорит, да, давайте свой, давайте выручительские документы, все. Со мной пришел другой риэлтор, он сидит красный как рак, вообще, неудобно, он говорит, ой, боже, что такое? Я говорю, что такое? Он мой паспорт посмотрел, вписал договор, я что, не могу посмотреть что ли? Я не нанежаю на него, я доброжелательно говорю, я говорю, документы показывайте, куда, как, он начинает, я говорю, лицензия где, это какая, чего, посмотрел, проверил, позвонил знакомому, говорю, скажите, это лицензия действительно, можете проверить, проверили, действительно и так далее. Потратил час времени еще на это, друзья мои, после этого ушел. Значит, какой урок я мог извлечь, потом, потеряв деньги? Что? Я сэкономил время, я подумал, я час времени, ну и час проверять, да ну нафиг! Вот на чем мы ломимся, понимаете, на таких мелочах, на том, что, ну что вы за вопрос? Да мы серьезно, посмотрите, где мы находимся. Ну что, обалдели совсем? Не волнуйте, не волнуйте, есть обычные процедуры, надо проверить, вы первый раз видите этого человека, понимаете, да? Первый раз видите, они давят всегда на это, нанимают психологов, те там накачку делают, ура-ура, там люди, а-а-а-а-а, их накачали, вложили бабки, потом пришли, чего нет. Итак, какой урок я извлек эти деньги? И смотрите дополнение. Если я его уже извлёк, стоит ли платить эти деньги? Стоит ли платить за него? Вот это мне очень нравится. Я уже извлёк урок, понимаете, да? Зачем платить? Всё, проехали, давай паспорт, нет паспорта, до свидания. Ещё одна история, позавчера, надо получить разрешение на перепланировку. Значит, еду в машине, объявляю, перепланировка в любом районе Москвы. Отлично, звание, здравствуй, здравствуй. Сколько стоит? Две двести, отлично. Условия? Ну, мы с вами договариваемся, мы к вам подъезжаем, заключаем договор, и делаем перепланировку. Срок? Два месяца? Всё хорошо. Какие условия, говорю, будут? Договоры? Как фирма, где у вас офис, я хочу приехать, у нас нет офиса. Почему? Ну, понимаете, мы такими способами, сами понимаете, неудобно же так офис снимать, потому что занимаемся перепланировкой сами с чиновниками. Ну как? Ну что вы, не ребёнок что ли там? Я говорю, ладно. Договор какой будет? С какой фирмой? С физическим лицом, он вам паспорт покажет, всё, он у вас берет деньги. Я говорю, сколько денег? Он говорит, ну вот сначала одна треть, то есть это примерно 800 долларов, потом остальное. Я, значит, думаю, ко мне приезжает какой-то товарищ с паспортом. Даже если паспорт не поддельный, друзья, он может быть прописан где-то в Подмосковье, знаете, сейчас прописку можно за 3000 купить. То есть, в принципе, продав две такие перепланировки, окупаешь, правильно? Дальше, он берет у меня 800 долларов. Я буду его за эти 800 долларов искать? Где? Я обращусь в свою крышу, они скажут, Дима, за 800 долларов забудь. Очень хороший бизнес, мне кажется. То есть, как бы, не тот уровень, за 800 долларов возиться. Даже крыша за 800 долларов не будет возиться. Так, это как раз мелочь такая, раз, ну что, сам я буду его искать. Хорошо, сам. Или всё-таки найму кого-то. Сколько я заплачу? Сколько вам надо заплатить, чтобы вы поехали с кем-то разбираться? Те же 800 долларов. Понимаете? То есть, смысла нет. Те же не поедут за 100 долларов. Ну ладно, сам поехал. Нашел его где-то. А его там нет. Вот я пришел, его раз, нет дома. Где он? На Гавайях. Отдыхать. Через месяц в отпуск. Ну как? Представьте себе, ты не серьезно. Кто не будет это искать? Люди плюнут, поедутся и уйдут. Отличный бизнес. Я им говорю, какие можете гарантии предоставить? Они мялись, терлись, никаких. Никаких. Говорит, вот вам фирмы, там три с половиной, четыре стоят. И дали мне официальные фирмы, которые представлены на рынке. Там дороже, имейте ввиду. Я говорю, я понял, на что давите. Спасибо. Записал тщательно телефон, говорю, облегчили поиск. Мне лучше заплатить 3500 в надежном месте, чем просто так подарить 800. Значит, понятно с уроками, да? Третий пункт. Четвертый пункт. Четвертый пункт у нас будет большой. Называется он как раз вот этот, вероятность успеха. И в нем будет еще четыре подпункта. Итак, смотрите. Первые два пункта, первые три, были посвящены чему? Вот я вкладываю, да? Что я получу? Или, если я не получу деньги, какой я получу урок? И стоит или нет? А теперь мы поговорим с вами о гарантиях. Потому что всегда первое слово прибыль, а второе слово бизнес, это гарантии. Потому что я вам могу сказать, дайте мне 1000 долларов, и я вам верну через пять минут две. Скажу, гарантия ноль. Будете давать? Нет. Ну мы запрем в комнате эту этой. Каким? А нас больше. А нас больше всего задается. Итак, вероятность успеха. Значит, как я определяю вероятность успеха? Давайте зеленым фломастером сделаем. Вот здесь, на железке. А, да, спасибо большое. Итак, вероятность успеха. Значит, пункт будет 4.1. Так как люди цивилизованные, начинаем с чего? С юридических гарантий. Прилично. Не кулаками сразу разбираться, а юридический. Пункт 4.1. Юридические гарантии. Значит, что такое? Что является юридическими гарантиями? На примере вот этой же истории из квартиры. Паспорт человека. Сейчас посмотреть, кто это? Где он прописан? Как его зовут? Это правда Вася? Или это на визитке написано, что Вася? Паспорт. Дальше. Реквизиты. Компании. И учрительские документы. Обычно висят, конечно, там лицензии и так далее. Посмотрите, запишите номер в конце концов. Проверьте, действительно лицензия или нет. Сразу такой урок возникает. Не охота тратить время, а деньги охота тратить. Тебе охота, чтобы ты потратил, например, пять лет своей жизни, заработал пол лимона, а теперь час не хочешь потратить еще. Вот с этим сравнивайте. Сколько потратили сил, чтобы эти десять тысяч долларов заработать, и теперь час жалко. Это же надо дозваниваться. Не охота. Пункт 3. Какой урок я извлеку? Я готов за него заплатить? Если нет, звони. Выясняй. Дальше. Юридические реквизиты, учительские документы. Что еще является юридическими гарантиями? Лицензия. Ну да, это все назовем так лицензия. Репутация. Нет, репутация это не юридические гарантии. А, вот еще что. Легитимность. Сделки. То есть между юридическими лицами нельзя договоры заключать. Да. Я имею в виду еще не только это. Вот на примере твоего друга, как ты говоришь, у него есть клиника. В принципе это бизнес, но он не легитимный. Да. Понимаете, да? Вероятность сразу. Гарантия. Четко описано в договоре. И сразу под вопрос. Если нет, то почему? Ну, так как все вы прошли высшую подготовку в КГБ, и знаете, как там распознавать людей, вы знаете, чему там учат? Учат смотреть сквозь то, что говорит человек всегда. Это ключевой момент. Выступает министр, допустим, финансов. И говорит, вы знаете, курс доллара на бирже пошел вверх. Ажиотаж и суматоха. Обычный обыватель, что смотрит? Он говорит, я получил информацию, курс доллара пошел вверх. Надо продавать или покупать или что-то делать. Профессионал, такой как вы, что делать? Он думает. А зачем он это говорит? Абсолютно верно. Он думает, с какой целью было сделано это выступление? Он что, хочет, чтобы все побежали? Для чего? Значит, там западе. Понимаете, да? Вот профессионал. То есть он смотрит в ноль. Зачем он это делает? Если в договоре что-то написано, зачем написано именно так? Если что-то не написано, а зачем это не написано? Для чего? Почему это опустили? Тогда вы увидите подноготную эту. Значит, если нет, то почему? Все ли четко описано в договоре? Все ли четко описано в договоре имеется в виду еще что? Что там просто, вы прочитав договор, понимаете, о чем вы договорились. Если вы это не понимаете, много юридических терминов. Я сейчас видел договора, особенно, знаете, инвестиционные компании там. Бывает 5 страниц и из учебника написано такими терминами, которые человек читает обычно, он так, ну понятно, ладно, если кинут, то кинут, если нет, то нет. Знаете, я пришел в таком выводу, как люди в основном инвестируют, кто у них критерий? Вот мы сейчас с вами разбираем критерии, вкладывать или нет, да? У людей знаете, какой обычно критерий? Как вам кажется, какой? Один только критерий. Доверие. Или человек верит или нет. Но бывают люди, да, верят профессионально, как-то, да, сейчас еще разберем, а бывают люди верят просто так, в силу своей лени, в силу своей некомпетентности, желания сэкономить время. И на этом ловят всех. Так как большинство людей готовы плать по течению, их на этом и ловят. Говорят, ну что ты будешь изучать этот договор? Он говорит, все равно не пойму. Не поймешь, какой урок ты получил? Я за то, что не разобрался в договоре, не заплатил 50 долларов за консультацию юристу и не потратил на это два дня, я за это заплатил 10 тысяч. Нет вопросов? Платим. Так, и последний важный момент касается юридических гарантий, это юридическая грамотность договора. Пример. Мы заключаем все равно договор. Директором фирмы числится Дмитрий Семин. Подписывает договор не Дмитрий Семин, а Иван Петров. Договор недействительный, друзья мои. Все. Потом прошли все дела, приходит Иван Петров. Он работает в фирме, он мой зам. Он даже, знаете, как это ставит? Вот так, да? Не имеет права. Должно быть закреплено это. Если есть бумага, что закреплено, да. Если нет, все. Договор подводится до Вильямска. Абсолютно верно, да. И договор должен быть юридически грамотно составлен. То есть то, что мы сейчас с вами разбирать не будем, но любой бухгалтер или юридист вам скажет. Значит, с этим понятно, с юридическими гарантиями. Что-то еще сюда добавите? Что еще можно добавить важное? Все. Хорошо. Пункт 4.2. Пункт 4.2. Значит, материальные гарантии. Материальные гарантии. Что это такое? Значит, первое. Залог. Конкретно там. Недвижимость, антиквариат. Не знаю там что. Он дает что-то, ноутбук оставляет взамен, да? Есть залог. Твердое. Есть что-то, чтобы потрогать можно? Первый залог. Второе. Материальные гарантии. Перестраховка. Перестрахован этот бизнес? Перестрахован этот вклад? В какой страховой компании? Насколько она тоже отвечает за свои обязательства? И так далее. Третье. Банковская гарантия. Меньше всего мне нравится. Перестраховка еще платит. Банковская гарантия. Обычный листик, бумаги. Самый надежный, конечно, залог. Какие, знаете, еще материальные гарантии? Банки. Что? Какие еще? Поручительства, да. Ну, поручительства от кого? От частного лица? От компании другой, не знаю. От частного лица, еще что-то. Поручительства. Это разновидность банковской гарантии. В кавычках. Когда вместо банка выступает физлицовая или другая компания. Считается менее надежным, естественно. Еще. А рекомендации это что? Рекомендации ничего. Сейчас, секунду. Просто в воздухе. Мария, да? Мария, рекомендации ничего в этом пункте. Рекомендация будет в пункте следующем. Сейчас идем. А материал, то, что вот такое. В принципе, вот такое, вот такое, это только вообще первое. Вообще-то, по-большому. Это уже материальные гарантии такого второго, третьего, четвертого порядка. Еще есть какие-то? Смотрю, что я вам написал. Цельные бумаги могут? Это есть залог. Залог, да. Залог просто разный. Не, репутация это следующая. Короче говоря, вот здесь вы можете себе написать такой подвопрос. Кто мне заплатит, если заемщик он заемщик у вас, да? умрет, фирма закроется, бизнес обанкротится. Кто мне за это заплатит? Если на этот вопрос нет ответа, думайте. Думайте. Так, пункт 4.3. Рекомендательные гарантии. Рекомендательные гарантии. Первый вопрос здесь. Откуда я вообще узнал этого человека? Как я на него вышел? Случайно по улице шел на столбе объявления? Или это мой друг, с кем я 10 лет живу? В смысле, знакомый. Откуда я узнал этого человека? Откуда я узнал этого человека? Значит, что про него говорят те, кто познакомил? Ну, то есть, допустим, есть у меня там друг, Дмитрий, допустим, он мне приводит и говорит, вот компания Андрея возглавляет. Я говорю, а что ты можешь мне про Андрея сказать, потом познакомил? Да, он может сказать классный пацан, а может сказать, да, я сам не знаю. Или сказать, да ты что, мы с ним там уже столько делали. Ну, понятно, да, о чем речь идет. А если он с Андреем в доле? Он с Андреем в доле? Ну, смотри, есть несколько видов гарантий. Нет ни одной стопроцентной. Вот мы написали 4.1, 4.2, 4.3, еще будет 4.4, 4.5. Всего 5 видов я вам дам. Ты берешь и все это смотришь. Все вместе смотришь. И выбираешь уже на весах. Если плюсов больше, можно верить. Потому что, сразу вам честно скажу, несмотря на то, что я тут так принципиально пишу и так далее, я тоже иногда подписываю договора, в которые до конца не могу разобраться. Потому что, например, для меня рекомендательная гарантия иногда перевешивает юридическую. Например, я знаю четко, что если я работаю с крупными страховыми компаниями, которые 170 лет на рынке, и у них такие рейтинги, надежности высокие, там утверждены всякими нужными компаниями и так далее, то им можно верить, не разбираясь особо в договоре. Они тебе не кинут. У них есть репутация, они тебе не кинут. А разбираться в этом договоре, в страховом договоре, вот мой опыт, я занимаюсь страхованием тоже с 94-го года. Мой опыт. Любая страховая компания всегда оставляет для себя лазейки. Любая. Нет смысла даже читать. Но я считаю так, что если работаете с серьезными, у которых рейтинг, надежность 3А и так далее, то они все-таки выполняют свои обязательства. Потому что единственное, что они продают, свою репутацию, больше ничего. А если работаем с которым без года неделя, то тогда, конечно, нет. Ладно, идем дальше. Значит, что про него говорят вот эти люди? Дальше. Такой вопрос. Что я, смотрите, подчеркиваю слово, реально знаю про него? Знаете, бывает так. Вы общаетесь с человеком 5 лет, 10 лет. Потом спрашиваете, а что я знаю про него, кроме того, что его зовут Илья, и мы с ним иногда видимся? Ничего. Если там, почему ты решил давать ему миллион долларов? Иллюзии, потому что есть. Это мой старый знакомый. Сколько ты это? 3 года. А что ты про него реально-то знаешь? Ничего. О чем ты говоришь? Пиво пил. Да, пиво пил. Отлично. Хорошая рекомендация. Так, что дальше? Чем подтверждены чем подтверждена эта информация кроме его слов? И очень еще важный пункт, мне вот тоже нравится, если ко мне кто-то приходит и говорит, Дима, дай деньги в этот проект, хотим инвестировать. Я, знаете, какой вопрос задаю человеку? Я говорю, скажи, а если я тебе не дам деньги, ты будешь все равно этот проект делать или нет? Да, буду. И вот если человек говорит нет, это что такое? Есть любовь к этому проекту? Нет. Нет любви? Вначале разбирали, проехали. Как только первая сложность тут же обломался. Что? А как он без денег будет? Найдешь. В другом месте пойдешь? Какой ответ я жду? Если Дима, я тебе не дам деньги на эту поликлинику, ты будешь делать? Ты будешь делать. Он пойдет к Илье, пойдет к Диме, к Тимьеру, еще кому-то, он будет искать. Вот так. Если я не дам, деньги дам, будет делать. Так. По рекомендательным гарантиям сами еще что-то можете добавить? И поэтому он ко мне обращается. И как только если на этом ловлю, я сразу думаю, опа, может быть не стоит. Так, пункт 4.3 записали? Так, у нас осталось немного времени, осталось два пункта, они тоже такие короткие, сейчас запишем. Значит, пункт 4.4. 4.4. Силовые гарантии. Учитывая то, что, несмотря на интеллигентный вид всех нас, мы живем с вами в реальном мире, вот реальный мир, и хотим реальные деньги, надо понимать, что вот так мир устроен, в частности, а не только так, что это там, где-то с кино. Вот оно вокруг, везде. Значит, силовые гарантии выключаются вот в чем. Задайте себе такой вопрос, что я буду делать, если я к нему приду, прихожу, допустим, вот Илья, ну, допустим, не Илья, все, Илья, повторяю, допустим, вот здесь вот, сидит какой-нибудь Петр, вот здесь, Петр, Петр взял у меня, например, 10 тысяч долларов, проходит год, я прихожу, говорю, Петр, ну, чего там, как дела быть нормально, какая там прибыль, или чего там, сколько заработал я, и так далее, он говорит, иди отсюда, на, три буквы, я говорю, у тебя что, у меня нет проблем, а у кого проблемы, у тебя, почему, если быстро не уйдешь, догоним, то есть, когда вам откровенно говорят, пошел отсюда, ясно, да, я взял у тебя деньги, возвращать не буду, понятно, что будете делать тогда, что вы будете делать, вот что, это очень важный вопрос, если нет никакой гарантии, люди отдают компанию, там, допустим, компания, у нее 10 миллиардов долларов капитала, и вот он свой туда, 2000 долларов отдал, как он будет с этой компанией разбираться, вы мне объясните, он туда придет, секретарша, секретарша к менеджеру, менеджер туда, этот сюда, этот сюда, его замучают там, где там этот вице-президент, когда он к нему, до него доберется, иногда в маленький бизнес выгоднее вложить, чем в такой огромный, если, конечно, нет хорошей репутации, пункт предыдущий, 4.3, рекомендательные гарантии, да, вот, то есть, откуда вы узнали, какая репутация на рынке, и так далее, что я буду делать, если, на три буквы, то есть, здесь, соответственно, есть ли у вас силовая поддержка, поддержка, или, есть ли возможность обратиться в суд, то есть, юридической поддержки, потому что, если компания крупная, то можно делать, что, обращаться в суд, если она надежная, ну, в смысле, такая, юридически грамотная, так, да, легальная, естественно, и что еще, вот еще важный момент, что, может помешать ему так поступить со мной, или наоборот, что может помочь ему так поступить со мной, то есть, смотрите, допустим, этот человек, он пользуется авторитетом каким-то, да, в какой-то слой общества, и я туда вхож, и он, и он знает, что, если он меня подставит, и я распространю эту информацию, то, в общем, он потеряет больше, вот это ответ, что может ему помешать, то есть, может быть, и хочет кинуть, и понимать, что я лох, но не сделает этого, это четвертый момент, ну и последний пункт, 4.5, интуиция, вы, наверное, читали, Пауэлла Каэлья, алхимик, да, там были два такие камня, Арим и Тумим, значит, в чем суть, один камень говорит да, другой камень говорит нет, у нас сейчас с вами не эзотерический семинар, но, в принципе, в двух словах объясню, как о чем пользоваться, интуиция, она, это наше подсознание, она содержит информацию, всю, которую мы когда-то видели, слышали, читали, плюс всю информацию наших родителей, плюс предков, ученые посчитали, что на 4 поколения назад, то есть ваши дедушки пройдет, что дальше просто не смогли прочитать, все человек помнит, так эволюция через ДНК передает генетический код, природа передает, да, чтобы для эволюции, вот, под электродами можно все это восстановить, но, мы живем в сознании, в подсознании пропадаем, и так далее, поэтому интуиция, она всегда знает больше, как ее пользоваться, вы, как бы, обнаруживаете у себя в теле маятник такой, маятник, который говорит вам на что-то да, на что-то нет, например, вы идете есть и спрашиваете себя, тонко чувствуете тело, вот я хочу есть или нет, и у вас, например, вот здесь, может быть, здесь вот так раз так, бум, это значит да, или, например, бум, нет, и вы сравните вот это вот движение, да, с тем, что вы сейчас реально хотите, сделав так некоторое время, вы найдете этот маятник, у кого-то, например, рука дергается, если да, рука, если нет, другая, и что-то еще, понятно, да, в целом, много способов, это на любом семинаре по телесной практике вам объяснят, вы находите такой маятник, маятник, и после этого, после этого, вы когда садитесь с этим человеком, пятое, что вы делаете, вы спрашиваете себя, расслабились, вошли в трансовое состояние, легкое, и как бы спрашиваете, да или нет, и слушайте, если дернулось тут, где да, вперед, если тут, где нет, нет, почему нельзя ориентироваться только на интуицию, короче всего же, да, потому что если бы мы были мастерами интуиции, скорее всего были бы просветленными мастерами, понимаете, да, поэтому все остальное, это логика, логика без этого ничто не стоит, вот пять пунктов, которые я хотел вам рассказать, теперь перед тем, как я завершу, я хотел спросить, вы сами из своего опыта, для того, чтобы поделиться с остальными, можете сюда что-то еще добавить, как еще определить, вы сами вкладывать деньги или нет, вот мы разобрали несколько видов, как бы юридические гарантии, материальные и так далее, что-то еще можно добавить, или все мы обсудили, вы знаете, я вот на самом деле хочу сказать, что интуиция все-таки на первом месте, у вас, да, у меня так получилось, потому что я вкладывала деньги в бизнес, которым тоже собиралась принять участие, и потом уже от марта назад, со мной творилось что-то вообще невероятное, то есть меня трясло там, ну понятно, то есть вы почувствовали этот якорь, да, и вот я прошла потом все вот эти этапы, которые вы написали, и просто вот по каждому из этапов я получила, скажем так, отрицательный момент, то есть я просто сейчас прокручиваю ситуацию, как бы... ну понятно, да, но я сейчас спрашиваю не о подтвердении, а о том, есть ли что-то еще? Я не знаю ни одного инвестора в бизнес, который был бы в этом некомпетентен и достиг значительных успехов, то есть если человек не понимает этот бизнес, и в него инвестирует, то скорее всего он не добьется, несмотря на все гарантии, а просто не будет денег, то есть его не кинут, его деньги просто кончатся. Ага, спасибо. И это пункт 4, который мы обсуждали, некомпетентность, я согласен, это есть. А еще что? Или все мы обсудили? Ну это получается относится к чужому бизнесу, то есть если он некомпетентен, то это считает, что инвестируем чужой бизнес. И если в своем некомпетентен тоже, ну похоже, да, похоже. Если некомпетентен в своем, надо, конечно, прояснять это, потому что если некомпетентен... А бизнес по наследству? Что бизнес по наследству? Что с ним делать? Знаете, в Америке, когда было 11 сентября, вот эти две башни взорвали, там вдовам выплатили огромное количество денег, компенсацию. И вот одна женщина, она собрала всех этих вдов и сказала ей, знаете что, она предложила, есть государственные фондовые облигации в США, 5% годовых, но считается самым надежным финансовым инструментом, кто фондовым рынком занимается, в мире считается номер один, самый надежный. И казначейство, она говорит, давайте вложим туда пока что, потому что сейчас, когда вы выйдете за дверь, вы видите там черное все. Все говорят, да, это стоят брокеры, финансисты, агенты и риэлторы, которые хотят от вас у вас деньги отнять. Вы в этом что-нибудь понимаете, вы домохозяйки, он говорит, нет, давайте фондовый рынок, 5-5%. Вы получили компенсацию не для того, чтобы на нее шли проценты, вы получили, чтобы ее проесть, а они вложили туда. Потом уже стали думать о том, куда вкладывать и так далее. Вот если я ответил на этот вопрос, примерно так. Хорошо, ну давайте тогда подведем итог. Итак, какой вывод я лично для себя сделал, занимаясь инвестированием? Почти все ошибки, которые я сделал, связаны с психологией. Не с тем, что я был некомпетентен, хотя этот пункт есть. А с тем, жадность, неумение ценить время, желание хорошо выглядеть, что я умный, стеснение спросить вопрос, нежелание потратить время на то, чтобы проверку сделать, ну и все остальное, что я вам там писал. Понимаете, да? Нежелание потратить время, чтобы научиться слушать свою интуицию и так далее, и так далее. То, чему учат на всяких там тренингах и так далее, вы лучше меня знаете. Люди думают, а это все фигня и так далее. И это первая причина психологическая. И вторая психологическая причина, вернее, это некомпетентность в чем-то. Некомпетентность, когда я не понимаю, куда я лезу, и когда я не понимаю, куда я лезу, я проигрываю. Исходя из этого, я сделал для себя такой вывод, что теперь я занимался инвестициями, куда, вот есть три вида, да? Значит, фондовый рынок, значит, недвижимость и торговля. Ну, бизнес такой. Значит, я пришел таким выводом, что если вы, это ваш бизнес, торговля, то вкладывайте в нее. А если это не ваш бизнес, а чужой, чужой, то тогда я не вкладываю в фондовый рынок, как в чужой, и я не вкладываю в торговлю, как в чужой. Потому что в недвижимости есть что там, помните, залог я писал, а здесь есть только люди. Здесь мы вкладываем людей. Обещание. Да, и если люди ошибутся, будет плохо. Но это не значит, что нельзя туда вкладывать. Можно вкладывать. И вкладывать успешно. Просто надо учитывать все то, что я написал. Юридические гарантии, материальные, перестраховку и так далее. Спасибо вам за внимание. Надеюсь, что каждый из вас возьмет что-то полезное из того, что я вам рассказал. И в заключение хочу рассказать вам такую историю. В свое время я тоже много учился на различных семинарах, курсах и так далее. И потом мне рассказали такую историю, которая немножко меня вернула к реальности. Плавают в море два корабля. Один японский, другой наш. Японцы ловят рыбу? Наши нет. Наши собирают совещания, проводят мозговой штурм, анализируют, как, что, как поймать рыбу, что, каким образом, так поймать, так или и так далее. Опять собирают совещания, таким образом, таким, таким рыбой нет. Третий раз наконец-то решили послать своего капитана к японцу. Приезжают к японцу и говорят, торгуют, слушай, почему в одном море плавают, твой дыру ловишь, мой нет. Японцы отвечают. Когда твоя нет рыбы, твоя собирается совещаний. Когда моя нет рыбы, моя идет ловить рыбу. Я желаю вам, чтобы вы были таким людьми, которые могут не только учиться, но и действовать. Тогда ваши карманы будут полны не только рыбы, но и больших денег. Спасибо вам. АПЛОДИСМЕНТЫ Ключик от моего номера. Ключик от моего номера Субтитры создавал DimaTorzok